с вами коротким словом. Вы знаете, дети пропели Псалом. Его чудеса и слава возвещаются по всей земле. Вы знаете, это миссионерское служение. И миссионеры, они бывают практически, наверное, сейчас уже во всех краях земли. Но вы знаете, я хочу сперва вернуться к Священному Писанию, прежде чем я покажу вам некоторые фотографии. Мы за эти два дня очень много слышали, очень много слышали со Священного Писания. И братья часто пересекались одними и теми же местами Священного Писания, когда каждый говорил на свою тему. Я сегодня хочу прочитать вам очень всем знакомый. Это первый Псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лис, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Я хотел бы здесь остановиться на двух эпизодах с этого первого Псалма. Это говорится, «Но в законе Господа воля его». Мы слышали, много сказано было о законе Господа. Если мы видим, это закон Господа, который мы должны, живя здесь на земле, исполнять. Те десять заповедей еще додолго, до того, как Давид написал этот Псалом, то в Исходе Бог оставляет то, что люди должны исполнять, то, что Он хочет. И Он дает эти десять заповедей для народа своего, чтобы народ исполнял этот закон. Но здесь Давид говорит, что мы должны рассуждать о Нем, что и о законе Его размышляет Он день и ночь. Это не только, когда мы приходим сюда на служение, мы должны размышлять о Его законе. В законе ли Господа жизнь наша? В законе ли Господа воля Его, которую мы делаем здесь на земле? Вы знаете, мы, придя на это служение, мы опять молились молитвой «Отче наш», которую уже сам Христос оставил для нас, для людей. И там опять говорится, «Да будет воля Твоя». Он оставил это уже каждому из нас, чтобы мы знали, что в жизни нашей должна быть воля Его. Подчиняемся мы ли воле Его? Доверяем ли мы воле Его, или мы стараемся что-то делать, свою волю? Вы знаете, живя даже здесь на земле, есть Божий закон, который Бог дал для нас, чтобы мы жили по Его воле. Есть закон человеческий, который люди делают для того, чтобы было также благо для людей. И есть еще третий закон, это закон совести, также Библия говорит об этом законе. Но вы знаете, мне также еще пришло одно место из Священного Писания, когда уже перед самими страданиями Христос был в Гефсиманском саду. И он там молится опять, «Да будет воля Твоя». Не так, как я хочу. Как часто мы бы хотели, чтобы чего-то не было в нашей жизни, чтобы что-то не случилось с нами. Но иногда бывает воля Бога. Вы знаете, вчера было хорошее свидетельство, брат с Молдавии сказал, они строили церковь, почти завершили. Церковь сгорела. Молва, кажется парадокс, у многих опускаются руки. Но если смотреть через призму воли Божьей, он потом сам сказал, вы знаете, я заметил это слово, что молва разошлась быстро очень по всем окрестностям. Не знаем, почему, но иногда случается то, что мы не хочем. То, чтобы мы не хотели, чтобы в нашей жизни это было. Но доверяем ли мы воле Божьей? Поступаем мы так, как учит нас Слово Божие. И здесь говорит, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой. Когда? Когда оно хочет? Или может ли дерево, не расцвежье, принести плоды? Никогда. Оно приносит плод в свое время. И вы знаете, отходя уже от этой проповеди, я не хотел долго говорить, я попросил брата Володю, чтобы он мне дал короткое время. И время у нас поджимает, потому что мы хотим оставить время для гостя нашего. Четыре года назад меня пригласили съездить в одну миссионерскую поездку. Как часто мы не знаем, что может быть завтра? Как часто мы не знаем, что может быть сегодня вечером? Меня пригласили братья с нашей церкви, еще с другой церкви, с Калифорнии. Я очень с радостью согласился поехать, потому что там предлагали строить молитвенный дом. Так как я строитель, для меня это было очень приятно. И мы согласились ехать. Вы знаете, забегая наперед, то, что я начну вам сейчас показывать, некоторые слайды, во всем я видел волю Бога. Может, кому-то покажется, это парадокс. За день до отъезда в этот trip я пришел домой. Вы знаете, я немножко волнуюсь, потому что я ворачиваюсь в то время. Я, братьев, попрошу немножко задержать слайд-шоу. Я пришел домой, сыну говорю, сын, помоги мне на траке закрепить хорошо ламбур рак, то есть на котором мы возим материал здесь. Потому что он был немножко у меня так, ну, как обычно, поставил и поставил. А здесь просто надо было очень много возить материала. Я говорю, Вовчик, пойдем вечером прокрутим, потому что мне уже ночью выезжать. Мы выезжали в ночь. Сделаем, закрепим этот ракс на нашем траке. Я смело тогда уже поеду, потому что надо будет возить много материала. И мы на двух траках с такомы выехали с братьями, загрузились с вечера. И в ночь мы выехали. Приехав в Мексику, мы увидели вот это здание, которое сейчас вы видите. Оно стояло без окон, без дверей, без крыши. Наутро мы поехали, закупили материал. Это уже, наверное, вот это второй день, когда мы уже начали ставить стропилы. Собственными руками мы все это сколачивали на земле. Поднимали наверх. Нас было 9 человек. Вот мы их делали на земле. Скрепляли. Потому что мы здесь видели, как это все делается. В Мексике этого никто не знал, как это делается. Мы быстренько за два дня сделали эти трассы на земле. Все делали вручную, потому что мы привезли туда кое-какой свой инструмент. Там ничего у них не было. Мы сделали трассы, поставили на дом. Вот вы видите мой трак. Он был почти новый. На нем мы возили материал. Очень много материала мы привезли в то время. Это брат Николай, который помогал нам, с которым мы и поехали, который нас позвал помочь. За короткое время мы сделали это здание. Братья наши, электрики, поставили свет, мы вставили окна. И в последний день мы уже проводили там служение, где люди очень сильно благодарили, каялись, молились вместе. Сидели просто, дети на земле сидели. И в последний день, когда мы уже провели почти неделю там, поставили трассы, поставили окна, закончили это здание. мы вышли на улицу, сфотографировались со всеми, со всей церковью. Были очень сильно уставшие, потому что мы работали, мы еще перепутали там время. Мы договорились, что будем приходить в 6 часов на работу. Мы приезжали, никого нету. Мы на третий день спросили, мы уже два дня приезжаем, вас никого нету, так рано, вы же обещали помогать. Они говорят, так время еще 5 часов. Ребята, вы как? То есть мы уезжали, уже было темно, приезжали, было совсем еще рано. Вот когда мы уже уезжали, было уже похоже на церковь. Вот так то здание преобразилось, и мы сделали что? С Божьей помощью никто не ожидал. Мы накрыли это здание, накрыли крышу, забили все сафоты, народ был очень в восторге. Но буквально через 2 часа ничто не предвещало беды нам никакой. После этого служения мы должны были поехать покушать в городе, потому что нас кормили очень скудно. Мексиканская еда, она совершенно отличается от нашей русской или американской. Через 2 часа вот так выглядел мой трак, в котором ехало со мной еще 4 человека. Сколько раз мы переворачивались, никто не знал. Но я опять говорю, что я знаю, что это милость Божья, что мы все остались живы. Как вы видите, уже нет этого ламбуррак, потому что его оторвало. И благодаря этому, я думаю, что осталась крыша немного целая. На утро, когда мы пришли в тот поселок, куда притащили наш трак, съехался весь поселок. Это вот один из братьев, который помогал нам притащить этот трак туда, в этот поселок. Весь город пришел в движение. Вы знаете, я опять говорю, что вот есть в Священном Писании сказано, весь город пришел в движение. Приезжали фермеры, которые никогда ничего не делали, слух быстро разошелся. Люди просто плакали. Но я всем говорил, что наш Бог велик. И по Его милости, по Его воле, я уверен вполне, что я сегодня стою пред вами. Я свидетельствую, что наш Бог сильный. И чтоб не случалось в нашей жизни, но научимся мы принимать так, рассуждая о тех законах, которые Он оставил для нас в свете Слова Божьего. Нет, не в свете человеческого. Да, мы можем сейчас начать искать причины, почему это случилось, для чего это случилось. но я одно точно знаю, что по воле Его мы сегодня все находимся здесь. По воле Его мы еще дышим этим воздухом, который Он дает для нас. И идя с этого места, научимся мы рассуждать день и даже ночью, когда мы ложимся отдыхать. Вы знаете, я могу рассказывать много примеров, которые лично сам пережил. Когда в ночи ты просто ведешь беседу с кем-то. Когда и в ночи ты сам назидаешь себя. Ну, вы знаете, к нам часто приезжают гости, они показывают очень хорошее видео. Но я точно уверен, что в жизни христианин на каждом этом месте есть те чудеса, которые Бог являет для нас. И четыре года, вы знаете, четыре года это периодически всплывало во мне, что я должен это показать. Не знаю почему. Не знаю для чего. Я не... есть много, что говорить о самой поездке. Есть говорить то, что случилось после этой поездки. Я не хочу затягивать ваше внимание. Но я с уверенностью хочу сказать, что велик наш Господь. Аминь. 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 Аминь.